В 15-й школе учатся 1200 юных жителей в станице Гостогаевская. На балансе есть своя котельная. Ей, как и учебному заведению, почти 35 лет. Обследование показало, что трубу дальше эксплуатировать нельзя. Труба могла просто переломиться. Во дворе уже лежит замена. Это только часть. Общая длина трубы 60 метров. Демонтаж и монтаж выполнит организация со специальными лицензиями и допусками. Из городского бюджета на эти цели выделено полмиллиона рублей. Эксперты порекомендовали оптимальное решение. Назрела необходимость. Мы долгое время думали и советовали с инженерами. Думали, что мы можем как-то обойтись без замены. Но сегодня вопрос стоит только так. Эта нижняя часть трубы сделана из железобетонных конструкций. Стоимость очень высокая. Она еще проходит внутри. Будет конструирована верхняя часть. Вот то, что поражено. А нижняя часть железобетонной конструкции подтверждает, что эта нижняя часть трубы, она еще простоит. Да, бетон простоит. Мы просто сделаем косметический ремонт этой нижней конструкции. В 31-й школе также своя котельная. 7 лет назад здесь прошла реконструкция. Этот котел вывели из эксплуатации в прошлом году. Он проработал больше 6 лет. На год больше отведенного гарантии и срока. В этом году планируют поменять второй, потому что он уже, что называется, на грани. Его несколько раз ремонтировали. Стоимость замены – 300 тысяч рублей. Помимо прочего, новые котлы мощнее в полтора раза. Задача для меня номер один. Чтобы заменить и было тепло. Несмотря на то, что у нас зима короткая, но она тоже есть. Все идет по графику запланированному. Поэтому к 15 октября мы должны 100% войти в отопительный сезон. Помимо этого, в обе школы Гостогаевской планируется приобрести по одному школьному автобусу ориентировочной стоимостью 2 миллиона рублей. Один по муниципальной программе, другой при софинансировании половины стоимости из краевого бюджета.